Отделение Красного Креста есть и в нашем регионе. У нас в студии заместитель председателя общественной организации Российский Красный Крест Анна Кенарова. Доброе утро. Доброе утро, Анна. Итак, мы уже можем поздравить с наступающим днём Красного Креста и Красного Пола. 8 мая. 8 мая будет. Что планируется к этой дате? Провести какие-то массовые мероприятия? Может быть, мероприятия с целью пропаганды? Что будет? Расскажу сейчас, что будет. В этом году по инициативе Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца при поддержке Международного Комитета Красного Креста и национальных обществ из разных стран будет проходить флешмоб в соцсетях. То есть Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Вконтакте, кому как удобно. Где под хэштегом дарим улыбку сотрудники, волонтёры, да и просто друзья Красного Креста будут на примере личной истории рассказывать, что им в деятельности в работе Красного Креста дарит улыбку. И оставлять определённые хэштеги. Таким образом, эти видео и посты объединятся в один поток в соцсети. И это ещё раз подчеркнёт наше единство, так как наша организация находится в разных странах, но не всё мы выполняем и одну и ту же миссию. Что вам дарит улыбку? Давайте мы запустим этот флешмоб. Я знаю, у вас есть интересная, уникальная история. Вы с Красным Крестом не просто... Вы заместитель-председатель, да? Вы давно уже в этой организации. Расскажите нам. Да, история, наверное, даже личного характера. Как-то неловко даже её озвучивать. Но, тем не менее, расскажу и поделюсь. Пусть будет исключением. Мне было 8 лет. Моя бабушка была председателем Красного Креста. Это ни для кого не секрет. И курсировал поиск милосердия по Астраханскому региону. Это как раз тот самый случай, когда помощь едет к людям. А не люди идут за помощью. И в этом поезде милосердия находились врачи, психотерапевты, психологи, парикмахеры, которые помогали многодетным семьям подготовиться к 1 сентября. Так как мне было скучно, я гуляла по вагонам. Где-то мне выдали гуманитарную помощь, где-то меня просил психолог, всё ли у меня хорошо в семье, не обижают ли меня родители. И крайней точкой был парикмахер. Где, собственно, я получила стрижку. Она была одна, социального характера. Соответственно, 1 сентября бантики крепить было некуда. Это вызывает у меня улыбку. А далее, когда меня встречали родители, это уже вызвало улыбку моих родителей. Я думаю, что это уже их флешмоб. Я передаю им эстафету. Ну, дорогие друзья, мы обращаемся к вам и ждём ваших историй. Давайте озвучим, какой должен быть хэштег для этих историй. Дарим улыбку. День Красного Креста, день Красного Полумесяца. И по-английски, наверное, есть какие-то хэштеги? Есть варианты на английском, есть на русскоязычном. В любом случае, это будет объединено в один поток. Ну, сегодня Красный Крест в Астрахани. Сколько насчитывает участников? У нас очень много друзей Красного Креста. Вы знаете, это не совсем сотрудники. Их даже добровольцами назвать сложно. И партнёрами. Это скорее друзья наши. И участвуем активно. Я скажу так, в среднем по цифрам более двух тысяч. В Астрахани? Да. В Астрахани? Да. Это только город, а в районы мы только планируем изобновлять. Хорошо. А как стать волонтёром Красного Креста? Как к вам присоединиться? Заснять видеоролик, поставить хэштег «Дарим улыбку» – это будет более чем достаточно. Иногда думают, что для того, чтобы стать участником движения, нужно сделать что-то невероятное. Нет, это не так. Достаточно одного желания. Кто-то хорошо фотографирует, кто-то хорошо рисует. А у кого-то просто есть автомобили в свободное время. Пожалуйста, автоволонтёр. Ну, какие часто всё выполняют задачи от волонтёра Красного Креста? Разные. У нас спектр деятельности совершенно разный. Здесь сложно сказать. Здесь, опять же таки, если человек приходит и говорит, я хочу хоть как-то поучаствовать, мы узнаём, какие у человека есть возможности, что у него хорошо получается, и обязательно любой может найти применение. Шаблонное такое мышление. Красный Крест – это организация, которая помогает людям, попавшим в трудную ситуацию, в горячие точки, это гуманитарная помощь и так далее. Слава богу, в нашем регионе таких страшных событий не происходит, но всё-таки, вот какая помощь, что в ближайшее время планируется, например? Вот я хочу стать фронтёром, я приеду. Что нужно сделать? Надо не забывать, что у нас есть региональные проблемы – это пожары, соответственно, погорельцы. Что нужно погорельцу в первую очередь? Ответить на этот вопрос очень сложно. Ложка, вилка, постельное бельё, одежда – во всём они нуждаются. Поэтому формирование стратегических запасов, гуманитарных наборов, гигиенических, продуктовых – это остаётся в приоритете. Это именно в оказании гуманитарной помощи. Что касается обучающих программ, мы продолжаем семинары, тренинги по международному гуманитарному праву. Мы на пороге открытия учебно-методического центра по первой помощи. Этот проект был одобрен и поддержал его губернатор Астраханской области. И, к слову сказать, губернатор нашего региона является почётным председателем Астраханского Красного Креста. Вот. Это вкратце. А ещё мы знаем, что у вас будет организовано партнёрство со странами прикаспийских государств. Вы планируете запускать центр прикаспийского сотрудничества? На что направлено это создание? Вы очень хорошо осознавлены. Да, действительно, это входит в наши планы, так как в этом году будет праздноваться 150-летие Астраханского Красного Креста. При Каспийске государства это было бы здорово. Во-первых, мы территориально рядом находимся, и мы можем быть в помощь друг другу, как в ЧС-ситуациях, так и в мирное время. Мы можем обмениваться опытом. Например, у Российского Красного Креста уже заключен меморандум с иранским красным полумесяцем. Как нашему региону здесь и не войти в партнёрство, в работе. Кроме того, иранский красный полумесяц является сильнейшей базой ЧС-реагирования. То есть нам у них есть чему поучиться. Понятно? Ясно. Заранее не поздравляют, но всё-таки с наступающим праздником. Да, и мы надеемся, что вот этот год, он ещё объявлен годом волонтёра, чтобы к вам пришли люди, которые на самом деле будут помогать, которые будут вашими друзьями, партнёрами, участниками. Ну и мы, может быть, поведём вам что-нибудь, если вам захочется. Спасибо огромное, что пришли. Хорошего дня, хорошего настроения, ну и хорошего будущего праздника. Спасибо. Мы продолжаем, всем подъём продолжится буквально через пару мгновений. Не приключайтесь и доброго вам утра. Доброе утро, просыпайтесь.